Здравствуйте! С вами немецкий телеканал Ост Вест, программа Дайджест новостей. Каждый день мы показываем вам самые интересные новости Европы на русском языке. Берлинской студии Дарья Сухарчук. И вот, что мы покажем вам прямо сейчас. Больше власти автомобилям и хватит переводить часы. Постановили в Европе. В ближайшие годы здесь отменят летнее и зимнее время. А европейским автомобилистам будут помогать их же собственные машины. Например, вовремя сбрасывать скорость. Обмен министрами. Сегодня французский министр иностранных дел посетил заседание немецкого правительства. Еще через три месяца в Париж отправится один из министров Германии. Писучий мальчик слишком много писает. Брюссельские власти посчитали, что знаменитый фонтан спускает слишком много чистой и питьевой воды в канализацию. Сразу несколько громких политических заявлений. Тереза Мэй пообещала, что летом уйдет в отставку, если только британский парламент утвердит ее план по Брекзиту. Президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме жену венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. И довольно грубо ответил на вопросы российских военных в Венесуэле. Россия должна убраться оттуда. Фабиана Розалес, жена человека, признанного временным президентом Венесуэлы, почти всеми западными правительствами, приехала в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом и президентом Майклом Пенсом. Она рассказала о том, что на ее мужа много раз нападали, и она опасается за его жизнь. Сама ситуация необычная, как если бы к американскому президенту на прием приехала Юлия Навальная. Правда, но в другом витке исторических событий. Стоит отметить, что заявление Трампа последовало через три дня после того, как Кремль устами пресс-секретаря Путина заявил, что надеется на улучшение отношений с США. В Европе станет намного больше умных машин. 2022 года все новые автомобили в Евросоюзе обязаны будут сами сбрасывать скорость перед ограничительными знаками. А также, например, автоматически тормозить во избежание аварии и видеть велосипедистов и пешеходов. Такая система называется ISA, Intelligent Speed Adaptation. Сейчас вы как раз видите ее в действии, и машины с ней можно купить уже сейчас. А если Европарламент одобрит этот закон, а так оно, скорее всего, и будет, так как эту идею уже поддержала Еврокомиссия, то с 2022 года все новые автомобили в ЕС будут продаваться только с этой системой. Это новое правило будет действовать и в Великобритании, несмотря на Brexit. Об этом уже заявили сегодня в Лондоне. Кроме того, в новых автомобилях, а также в автобусах и грузовиках должны будут стоять черные ящики, записывающие устройства, которые помогут разобраться, почему произошла авария. Пока, правда, неизвестно, какие именно данные они будут записывать. Черные ящики, которые стоят, например, в самолетах, записывают не только данные приборов, но и все переговоры, которые происходят в кабине пилотов. Система ISA призвана защищать пешеходов, и по подсчетам Европейского Совета по транспортной безопасности, может спасти жизнь 25 тысячам человек, если ее действительно установят на все новые автомобили. Безопасность на дорогах вообще большая тема для современного автопрома, и некоторые компании уже принимают меры, не дожидаясь указаний властей. Например, компания Volvo с 2021 года ограничит скорость всех своих автомобилей до 180 км в час. Делается это для того, чтобы снизить количество аварий на скоростных трассах. 180 км в час – это и так выше максимально разрешенной скорости в европейских странах, с исключением немецких автобанов, где, как известно, ограничений скорости нет. И еще одно важное новшество, которое принял Европарламент. С 2021 года больше нигде в Европе не будет переходов на зимнее или на летнее время. До 2021 года каждая страна может выбрать одно удобное ей время. И Германия планирует определиться этой осенью. Так что, возможно, в это воскресенье, 31 марта, мы все в последний раз переведем часы на час назад. Впрочем, может быть, что последний раз мы переставим часы осенью, и дальше будем жить по зимнему времени. Это решение было принято абсолютным большинством голосов. За него проголосовало 84% евродепутатов. Однако не все уверены, что это такая уж хорошая идея. Дело в том, что до 2021 года каждая страна может выбрать себе удобное время. А значит, привычные всем часовые пояса могут измениться. И тогда страны, которые сейчас живут по одному и тому же времени, как, например, Германия, Италия, Польша и Дания, могут оказаться в разных зонах. Особенно эта перспектива беспокоит представителей Северной Ирландии, которые не хотят жить в разных часовых поясах с Республикой Ирландия. У нас в Северной Ирландии достаточно проблем, и больше нам не надо. То, что у нас есть сейчас, работает, и я бы попросил это не менять. Я прошу членов парламента поступить правильно и отклонить этот законопроект. Спасибо. И если с инициативой о переводе часов сомнений нет, то с голосованием по вчерашнему закону об авторском праве вышел курьез. Сегодня 10 европейских депутатов признались, что перепутали кнопки во время голосования. Скоро голоса депутатов пересчитают. Но этого недостаточно, чтобы закон отменили. Никогда еще Германия и Франция не были так близки друг к другу. Французский министр иностранных дел приехал на закрытое совещание немецкого кабинета министров, куда обычно посторонних не пускают. Теперь такой обмен министрами будет происходить каждые три месяца. В июне кто-то из немецкого кабинета поедет в Париж. Все эти встречи – результат договора о дружбе, который Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подписали в Ахине в конце января. Такое тесное сотрудничество – новое явление даже для Евросоюза. Я никогда не видел такого, чтобы министр одной страны присутствовал на встрече правительству другой страны. Я с нетерпением его жду. У нас была очень плодотворная встреча. Мы обсудили очень много дипломатических вопросов. Мне было очень приятно принять участие во встрече немецкого кабинета министров, которая проходит примерно в то же время, что и французская. Для меня это большая честь. Это очень в духе Ахенского договора, и я сохраню этот настрой в моей поездке в Нью-Йорк послезавтра. Ахенский договор, конечно, не ограничивается нежной дружбой между немецким канцлером и французским президентом, и обменом министрами. Дважды в год Германия и Франция будут устраивать парламентские ассамблеи, встречи депутатов в обоих парламентах. Участвовать в них будет по 50 депутатов из каждой страны. В этот понедельник первая из этих ассамблей прошла в Париже, а следующая будет в Берлине. Демократия вот поэтому и интересна. Мы спорим, обмениваемся мнениями и приходим к неожиданным решениям. Это единственный возможный путь к прогрессу. Я считаю, что нам особенно важно создавать различия между тем, как устроены наши государства, особенно в области безопасности и обороны. Любой, кто знает эти две страны и их историю понимает, почему они такие разные, но нам нужны общие решения, потому что иначе мы не достигнем наших общих целей, а именно большей ответственности Евросоюза в сфере безопасности. Писающий мальчик слишком много писает. Это не шутка. Знаменитый фонтан в Брюсселе, из которого течет вода, тратит слишком много воды. Инженер из Брюсселя посчитал, что каждый день мальчик сливает в канализацию до двух с половиной тысяч литров воды. Такого объема хватило бы на 10 городских квартир. На этой неделе ситуацию исправили. Наладили круговорот воды в природе. Из чаши фонтана вода теперь будет попадать не в канализацию, а обратно в фонтан. Российская немка, которая обманула весь Нью-Йорк. Анна Дельви, ее настоящее имя Анна Сорокина, сегодня предстала перед судом в Нью-Йорке. Ее обвиняют в мошенничестве на сумму в четверть миллиона долларов. Анна много месяцев жила за счет кредитов и богатых друзей в Нью-Йорке. Обедала в Лё Ку-Ку, одном из самых престижных ресторанов города. Жила в отеле Eleven Howard в модном районе Соха. Всем своим новым знакомым она представлялась богатой наследницей из Германии. И говорила, что ее отец дипломат. На самом деле ее родители эмигранты из России, которые живут в небольшом городе в земле Северной Рейн-Вестфалии. Ее отец не дипломат, а бывший дальнобойщик, который открыл свой небольшой бизнес по продаже кондиционеров и обогревателей. Ну а дочь у него оказалась удивительно талантливой. В основном она добывала деньги, оформляя кредиты в банках по поддельным документам. Немного освоившись, Анна начала рассказывать своим новым нью-йоркским законам, знакомым, простите, что собирается открыть собственный центр современного искусства и назвать его фондом Анны Дельви. Этот амбициозный проект оказался еще одним отличным предлогом для выманивания денег. Под него очень удобно было привлекать инвестиции. История вскрылась после того, как девушка съездила в отпуск в Марокко, в отель «Ла Мамуния», взяв с собой двух фотографов и личного тренера. Один из этих фотографов, Рэйчел Уильямс, работала в редакции глянцевого журнала «Вэнити Фэйр» и хотела снять фильм о будущей хозяйке арт-центра. Во время этой поездки банк заблокировал кредитку Анны, после чего она заставила своих спутниц заплатить за нее. С карточки ее личного тренера списали 62 тысячи долларов, которые Анна, конечно же, никогда не вернула. В конце концов, отели, где она жила, а также обманутые бывшие приятели, подали на Анну в суд. Сейчас она находится в тюрьме Райкерс-Айтланд. Такая история, конечно, не могла не заинтересовать Голливуд. Компания Netflix еще в 2017 году купила права на съемки сериала про Анну Дельви, а Дженнифер Лоуренс и Марго Робби претендуют на главную роль в будущем фильме про Дельви. А самой Анне в скором времени предстоит депортация в Германию, где ее уже будут судить по немецким законам. Редактор субтитров А.Семкин Штази, внутренняя разведка Восточной Германии, следила за всеми и каждым в немецкой столице. Теперь эту гигантскую паутину из шпионов и сторонних осведомителей можно увидеть воочию в бывшей тюрьме Штази в Хоншонхойзе на новой выставке, где рассказывается о тотальной слежке Штази. Если вы захотели попасть на эту выставку, заходите к нам в Facebook. Там будет ссылка на ее страницу. На этом у меня все. Но наш эфир на этом не заканчивается. После новостей вас ждет программа «Чтобы это значило» с моей коллегой Марией Макеевой, которая покажет вам самые яркие видео недели. В этот раз даже из Ватикана. А я с вами прощаюсь. До завтра и хорошего вам вечера. Субтитры подогнал «Симон»